Всем привет снова, здравствуйте, The Brash 2019 и хотелось бы в этом ролике рассмотреть как сделать рендер именно вот этой вот модели. Сейчас покажу где я взял информацию, как обычно, и пойдем разбираться. Информацию я взял от этого канала, уроки по 3D моделированию в The Brash, делаем рендер, It Genio, вот так вот покажу, вы найдете этот канал, можете подписаться, я подписан. Очень доходчиво все объясняется, но я решил именно закинуть для себя именно на канал вот эту информацию, чтобы потом вдруг, если она понадобится, ее не искать. Рендер хочу сделать вот этой вот модели, давайте сделаем всему этому делу BPR, сейчас он все это прогонит, и все по прошлым роликам уже это все показано, буду объяснять. Заходим теперь, Render BPR, Render Path, и вот здесь у нас уже эти картинки. Так, нажимаем на картинку, нажимаем, куда будем сохранять, и вот здесь вот внизу ставим формат TIFF, сохранить. И повторяем все это с каждой вот этой вот картинкой рендера BPR. Ставим тип, сохранить, и продолжаем все в том же духе. Вот теперь, когда все это сохранилось, теперь идем в Photoshop. Вот Photoshop, открываем файл, открываем открыть, нажимаем открыть, и вот находим именно, где у нас все эти картинки. Shift, нажимаем, можем их все выделить. Shift и левая кнопка мыши, выделяем все вот эти вот наши BPR, открыть нажимаем, и сейчас они должны подгрузиться в Photoshop, и пойдем уже дальше разбираться, что да как. Вот картинки стали подгружаться, и сейчас мы на это все дело разберем. Так, по-моему все, сейчас посмотрим, да, все. Вот эти картинки можно свернуть. А вот эту картинку берем вот за верхнее вот это вот окно, и поднимаем кверху, пока не появится выделение окна синим. Все, вот у нас картинка одна цельная, а вот здесь вот внизу, вот вы видите, что если направить курсор на значок фотошопа, выделяются все вот эти картинки. И как делаем? Нажимаем. Переключаемся именно на верхнюю, на курсор. Вводим вниз, и вот так вот все это дело левой кнопкой мыши перетягиваем. Вот она подгрузилась, эту картинку можно уже закрыть. И также повторяем все со следующими картинками. Открываем, опускаем, и перетягиваем на вот эту первую картинку. Вот еще подгрузилась одна, эту тоже можно закрыть. Берем теперь вот эту картинку, вот так вот все закидываем, закрываем. Ну и еще последнюю. Все картинки находятся в фотошопе на одной именно вот этой закладке. Теперь что делаем? Можно переключиться. Нажимаем теперь shift, выделяем первую, вот эту, первый слой. И нажимаем shift на нижнем слое. Выделены все вот эти слои. Теперь нажимаем на вторую и пятую. Вот они у нас выровнялись. Следом вот этот слой именно, который выглядит вот так. Перетянем наверх. Выделим все слои и перетягиваем наверх. Вот слой стал самый верхний. Переименовать можно, если вы хотите, конечно. Два раза нажимайте на слой и слой. И вот выделяется, и вы можете писать, допустим, как они называются. Но я этого делать не буду, мне и так пойдет. Переключаемся на первый слой и заходим теперь, делаем обрезку. Нажимаем вот обрезка, выделяется окно, вот так вот. Даже можно с нижнего слоя начать это все выключить. Переключиться на нижний слой. Отключить видимость всех софтулов, слоев. И теперь вот нажимаем на обрезку, все выделяется. И вот так вот перетягиваем. Можно это все дело обрезать. Вот так вот обрезать можно. Теперь жмем Enter. Нажимаем Enter. Все выделилось. И включаем видимость всех софтуров. Вот вы видите, слои все тоже обрезаны. Теперь нам нужен первый вот этот вот слой. Мы переключаемся на него, заходим в выделение. Нажимаем цветовой диапазон. И сейчас все это дело выделим. Ставим. Так, пардон. Ставим вот здесь черный цвет. Выбираем. Жмем ОК. Появляется вот черный цвет. Следом выделение. Цветовой диапазон. И надо все это дело вот именно выделить. Так, теперь нажимаем на черный цвет. И жмем ОК. Вот вы видите, что выделился контур полностью нашего персонажа. Следом нужно все это дело применить к каждому слою. Нажимаем на слой. И жмем на клавиатуре Delete. И так продолжаем делать со всеми слоями. Вы видите, что задний фон убирается. Delete. И тут тоже Delete. И тут Delete. Очистили слои. Так, верхний теперь уже не нужен. Его можно отключить. А этот просто нажать на все слои. Так, жмем Shift. Выделяем слои. И жмем Ctrl-D. Вот вы видите, что выделение пропало. Все, теперь этот слой мне нужен. Будем работать с этими слоями. Так, подгружаем теперь. Создаем новый корректирующий слой или слой-заливку. Жмем цвет. Так, отмена. Переключаемся на верхний слой. Повторяем. Жмем на цвет заливку. Ок. Вот такая штука получается. Ее нужно переместить на самый низ. Вот она теперь у нас на низу. И поменяем ей цвет. Два раза на нее нажимаем. И выбираем любой цвет. Какой больше подойдет. Ну, допустим, вот этот. Ок. Жмем. Оставим пока один слой. И чтобы на нем посмотреть, можно было, как это все будет выглядеть. Подобрать правильно именно оттенок. Красный сильно не нужен. Можно попробовать. Вот что-то в таком духе. Нажимаем ОК. Вот все прикольно. Так, ну и как теперь слоям придать именно более-менее прикольный вид. Это вот. Есть вот здесь вот клавиша. Здесь вот вы нажимаете на боку. И здесь вот именно обычное затухание и так далее. Как это все работает. Нажимаем на первый слой. И жмем. Колесиком можно крутить. Вот так вот все это дело. Насыщенность. Вычитание. Исключение. Вот можно поставить исключение. Следом тут еще можно поэкспериментировать. Затемнение поставить. Приключаемся теперь на этот слой. Умножение. Вот что-то мягкий свет можно поставить. Ну и вот на этот слой переключимся. Поставим. Осветление вот так вот. Так вот этот слой еще немножко можно подкорректировать. Сейчас. И так вот. И вот. так и поменять можно местами этот на низ отправить вот так вот и уже поработать с этими оттенками вот увидите что уже более прикольно можно менять им цвет вот так вот сделать так а этот вид можно еще немножко проработать вот даже вот такая четкость может быть а Вот что-то в таком духе можно поэкспериментировать. Теперь можно всё это дело сохранить. Переключаемся и жмём файл. Файл сохранить как? Переименовываем и можно сохранить в формате JPEG, допустим. Давайте JPEG сохранить. Окей. Вот вы видите, что все слои объединились. Сейчас посмотрим результат. И вот получился вот такой результат. Если ещё немножко поработать именно с этой моделью The Brush, вот так открываем всё это дело. И вот если здесь ещё тщательно поработать, поработать, допустим, в ликт с освещением, добавить дополнительный, допустим, сделать BPR, ещё каких-нибудь оттенков, то можно ещё что-то лучше такое придумать. Также рендер можно сделать полностью в The Brush. Я вам оставлю ссылки именно на то, как вот игра света, как вот сделать модель более-менее симпатичной. Так, ну вот такая информация. Вот что получилось с такой моделью. Всё, всем пока. До свидания. Дополнение к конспекту канала.